Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о творчестве Exploitation Trash Dead Metal коллектива Некрус. Поехали! Коллектив Некрус был основан в 2011 году басистом Денисом Арнаутом, известным по участию в хоррор-рок-группе Ого-Пого после непродолжительного хиатуса, за который он понимает, что хочет идти своим собственным путём, выходящим далеко за рамки классических хоррор-сторий. Это была далеко не первая попытка музыканта собрать собственный метал-бенд, но первая, которая действительно удалась, хотя путь Некруса был сложен и тернист. За 10 лет, прошедшие с момента основания коллектива, состав участников неоднократно менялся, но фундаментальной оставалась связка Дениса Арнаута с гитаристом Сергеем Козловым. Пока в 2013 году в группе не присоединяется второй гитарист и по совместительству вокалист Сергей Бельков. Благодаря тому, что он владел и гроулингом, и скримингом, это позволило в итоге Некрусу разложить партии вокала на двух исполнителей. Первым, как вы понимаете, стал сам Денис Арнаут. Намучившись бесконечными поисками вокалиста, в итоге басист принимает решение взять на себя все вокальные обязанности. Кроме того, раскрылся потенциал Белькова в дальнейшем и как гитариста-исполнителя, и как сонграйтера. С его приходом, как признают музыканты, Некрус стал всё более обретать свою плоть. Официальным днём рождения Некрусов принято считать 11 октября 2011 года, когда состоялась первая репетиция коллектива. Первоначальным названием группы было Сукровица, но из-за смешанных ассоциаций участия участников после долгового мозгового штурма появилась Некрус. Дебютный одноимённый EP Некруса вышел в 2014 году. Поскольку состав по-прежнему был нестабильным, релиз был записан музыкантами с использованием драм-машин. Вторым гитаристом и одним из сонграйтеров на пластинке выступил Вячеслав Буев, к моменту выхода EP, правда, уже ставший бывшим участником Некруса. Запись, к слову, прошла в его домашней студии, да и за сведение материала отвечал также он. EP получился достаточно архаичным по продакшену, несколько неряшливый, но энергичный. В общем безумстве, концентрированной злобой инструменты читаются, пусть и не всегда чётко. Использование драм-машиной, конечно, даёт о себе знать, но не так критично, как можно себе представить. Музыкальная форма не может определиться с тем, чем она хочет быть. То звучит почти кондовый трэш-метал, внезапно оборачивающийся брутально мелодичным тетом, затем сминаемый, вполне себе ранее норвежским блокметаллическим чёсом. Но при этом структура композиции вполне проста и понятна. Наиболее выдающимся произведением, на мой взгляд, является четвёртая композиция под названием «Живучая тварь». Следующий релиз «Проказник» Некрус выпускают только спустя 4 года. Причиной тому была всё та же турбулентная состава. Сингл примечателен тем, что, несмотря на своё название, не включает в себя композицию «Проказник». Это был намеренный ход музыкантов, чтобы озадачить потенциального слушателя. В дальнейшем «Проказник» стала вторым названием для композиции пассивной «Некрофил», представленной на этом релизе. А в 2019 году Некрус наконец-то выпускает дебютный полноформатный альбом «Накопил». Своим названием пластинка была обязана процессу своего создания, поскольку музыканты записывали партии барабанов для неё, поэтапно оплачивая запись на протяжении года. Да и, как признаёт Денис Арнаут, композиция «Работай и копи на гроб» подталкивала к такому названию релиза. Забавно, но ещё до начала записи остальных инструментов Некрус покинул барабанщик Дмитрий Норманов. Но это особо не сказалось на самом процессе, поскольку у музыкантов впервые на руках были записи живых барабанов. Сама же запись пластинки протекала по олдскулу с использованием минимума цифровых технологий. Обложка «Накопил» стала приветом всем музыкантам, с кем довелось в своё время Некрусу поиграть на одной сцене. Уже при знакомстве с первой композицией «Токсичные потроха» бросается в глаза изменившийся и ставшим более зрелым сонграйтинг. Свою роль в этом сыграло то, что до того, как приступить к записи альбома, Некрус обкатывали свой новый материал на слушателях и, оценивая обратную связь, вносили в него необходимые изменения, что помогало расти им не только как авторам, но и как исполнителям. Несмотря на принадлежность Некруса к экстремальному металлу, влияния традиционного хэви-металла избежать музыкантам не удалось, но из-за чрезмерной агрессии и провокационной лирики это не так сильно бросается в глаза. В целом, альбом накопил это кроссовер трэш-дэто с реверансами в сторону блэка, а порой даже прога и хардкора. Музыкальный материал достаточно сырой и небрежный, но ярость и самоотверженность участников вполне очевидна. Все динамично, но есть места, где некрусы немного сбиваются. Общая же атмосфера хаотично-инферально и естественно пропитана кровью. Мелодика в музыкальных полотнах присутствует, но аскетично, целомудренно и порой неприлично сдержана. Партии гитар представляют собой ядреную смесь рифов, совмещающих панковское раздолбайство и простоту с техничной изощренностью трэш-дэто, что придает саунду гитар некоторое родство со смолой за счет вязкости и тягучести материала, как бы парадоксально это ни звучало, особенно на фоне интенсивной, благочестиво-нечестивой ритм секции. Звучание баса Арнаута вызывает в памяти то ли оверкил, а то ли самих Веном с моторхед. Музыкант методично добавляет в атмосферу пластинки прекрасно фрагментированную агрессию и довольно грязный стиль вокального исполнения, намного более злобный и динамический, чем характерный для трэша. Партии барабанов Дмитрия Норманова звучат вполне неплохо, к сожалению, не добавляя при этом мощи партиям гитар. А вот соло искрометный поток ненависти, заключенный в нотах, привносящий небольшой элемент непредсказуемости в пластинку. Козлов и Бельков делают даже самые скучные вещи за счет своих импровизаций немного лучше. Для себя лично я выделил следующее произведение на пластинке «Работай и копи на гроб». Провлекает своей несколько шульдинеровской мелодикой. Дикий мистичный рифинг добавляет лирическому посылу новое измерение. Разница не столько в стиле композиции на общем фоне, сколько в самом исполнении, которое получилось более ярким. Проказник. Прямая, быстрая и за счет этого эффектная атака сминает все на своем пути. Психопатия культа. Свирепое музыкальное полотно, пожалуй, самое мрачное произведение на пластинке. Гнетущая, тяжелая атмосфера создается посредством контраста темпа исполнения. Бельков и Козлов обрушивают на слушателя кипящую лаву беспощадного металла, достигая эмоционального пика в бурлящих злобой соло. Музыкальная составляющая пластинки Накопил полностью соответствует лирике. Некрус, выбрав для себя эксплуатационный хоррор Стив, сосредотачиваются на ужасах, характерных для российского быта и лубковой маргинальности. Естественно, утрируя. Но даже при таком подходе такие темы более злободневны, нежели какие-то пространные оккультные силы и непонятные существа. Альбом Накопил коллектива Некрус это натиск зловещего рифинга и интенсивные ритмики. Музыкальный материал крепкий, пусть и решенный особых изысков. Группа сочетает в своем творчестве изначальный трэш 80-х, подходящий для активного хэтбэнгинга, с безумным кроссовером хардкора, сырого дэтметала, с кровожадным черным юмором в лирике, не забывая разбавлять это элементами прок трэша, блэка и даже влиянием южноамериканского трэша. Конечно, хотелось бы большей музыкальной и мелодичной выразительности, но пока имеем то, что имеем. Последним недостающим элементом Некруса стал барабанщик Михаил Худяков. В обновленном составе группа решила принять участие в событии, которое на фоне коронавируса поросло мхом и уже, по сути, забыто. Не буду вас томить, речь идет о российском отборочном этапе на популярный Тевтонский вио-фестиваль тяжелый и не очень музыки Вакин. Вспоминайте. Так вот, Некрус, как и многие другие честные группы, выложили реальное видео своего концертного исполнения, чтобы и организаторы, и слушатели имели представление, как они звучат живьем. И все бы ничего. Но потом всякие недалекие люди стали обвинять Некрус и подобных им честных исполнителей в том, что они какие-то оторванные от современности люди и не понимают, как правильно себя продавать. Мол, нужно было делать постановочное концертное видео со студийным звуком и ярким имиджем. Это, дескать, модно, молодежно, современно, а не как вы, тупые совки. И если бы речь шла о формате, скажем так, песни года, такие обвинения были бы оправданы. Там действительно нужно создать красивую картинку и вкусный саунд. Но на ваке не люди-то по большей части все-таки до сих пор выступают живьем, а уж тем более на финальном кастинге за право выступить на основной сцене. Там, к сожалению, никакие студийные ухищрения и яркий имидж не помогут. Ну да ладно. Посредней на сегодняшний день студийной записью Некруса стала сатирическая композиция кровища и кишища. Словно прислушавшись к моему мнению, высказанному чуть ранее, Некрус добавили в музыкальное полотно большей мелодичности и выразительности. Пусть даже ради этого им и пришлось пожертвовать скоростью исполнения. Это того стоило. Основной мотив это поганая Некра Астената заседает в голове практически после первого прослушивания. Композиция, кровища и кишища дарят надежду на то, что Некрус двигаются в правильном направлении и смогут своей второй полноформатной пластинкой заинтересовать уже более широкий пласт слушателей. Агрессия, брутальность, тяжесть, все это безусловно прекрасно. Но когда музыкальные конструкторы становятся песнями, все меняется. Ведь что главное для любого исполнителя? Промоушен, нетворкинг? Безусловно, это вещи важные. Но пока артист не научится писать песни, все это будет впустую. Я не знаю, что дальше будет с Некрусом и как музыканты распорядятся своей карьерой. Станет ли музыка их основным способом заработка или останется хобби? Пока что можно только отметить, что музыканты не забили на собственное развитие и продолжают ковать металл. Такие дела. Друзья мои, не стесняйтесь переходить по ссылочке в описании, чтобы познакомиться с творчеством группы получше. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!